Все люди по своей природе азартны, утверждает Иван. Его страстью поначалу был спортивный бридж – единственная карточная игра, признанная видом спорта Международным Олимпийским Комитетом. Подросткам Иван неоднократно принимал участие в чемпионатах и не задумывался о том, что его увлечение в будущем поможет ему зарабатывать. В принципе, я считаю себя достаточно азартным человеком. И азарт, он присутствует, мне кажется, в каждом человеке. В той или иной степени. Стремление быть лучшим, какой-то спортивный азарт, он присутствует везде. В школе, в университете, во всех конкурсах. Уже два поколения, наверное, достаточно раскрепощенных молодых людей, они понимают, что быть лучшими – это абсолютно нормально. Стремиться к лучшему – это абсолютно нормально. Только последние, наверное, 20-30 лет у нас есть понимание того, что надо перестать скромничать и нужно стремиться быть лучшим в любой сфере, в которой ты занимаешься. В студенческие годы Иван впервые испытал свои удачу и знания в букмекерской конторе. В серьезный источник дохода или зависимость его хобби не переросло. Но к ставкам на протяжении последних 10 лет Иван возвращался неоднократно. На самом деле, то, что было 15 лет назад и то, что есть сейчас на букмекерском рынке в Беларуси – это где большая разница. Тогда это были обычные несколько будок, у которых тогда еще фактически два оператора – статус-кво и плюс-минус. Сумасшедшие очереди где-нибудь в переходе метро в будки из людей, которые пытаются на что-то поставить. Первые попытки поставить ничего не приносили, это было просто увлечение, потому что 6 лет играл в футбол и считал, наверное, как любой футболист. У нас, наверное, вся страна, все болельщики знают, как играют, только те 11, которые выходят на поле, не знают. Дало какую-то иллюзию о том, что ты можешь поставить успешно и выиграть, и безбедно существовать, скажем так. Ничего не приносило, приносило, скажем, какое-то моральное удовлетворение, но о том, чтобы зарабатывать постоянно, речь даже не шла. Потратить много времени на изучение всех стратегий у него не было желания, и молодой человек сосредоточился на работе в другой сфере, пока друзья не обратились за помощью в создании букмекерского бизнеса. Так Иван оказался по другую сторону баррикад. Абсолютно любое занятие в жизни для того, чтобы оно приносило успех, оно требует, с моей точки зрения, полного погружения. Ты не можешь быть специалистом наполовину. Ставки, как я считаю, как и покер, это вид деятельности, если ты хочешь быть профессионалом в этой области, ты должен считать очень много. Ты должен постоянно держать себя в тонусе, ты должен постоянно тренироваться. Это затягивает. Если ты хочешь играть, 5 часов в день это ни о чем. Примерно так же, как в ставках. Это полноценная работа. Для того, чтобы выигрывать, тебе нужно быть лучше, чем 90% игроков. Для этого нужно владеть информацией, для этого нужно иметь хорошую голову, математическую подготовку. Да, выиграть может абсолютно любой, даже в казино. Но теорию вероятности и математическую статистику, скажем так, никто не отменял. Поэтому это полноценная работа. Это тяжелый умственный труд. Изучив механизмы игры с обеих сторон, Иван пришел к выводу, что рассчитывать на крупные выигрыши в белорусских реалиях не приходится. Игроков, которые всегда оказываются в плюсе, очень мало. Да и тем необходимо уметь управлять своим капиталом и часто менять стратегии. На сегодняшний момент я не знаю ни одного человека, который выиграл бы даже, скажем, 100 тысяч долларов, играя на ставках в какой-то достаточно короткий период. Тех, кто до последнего надеется на большой куш, множество. Но в силу ограничений со стороны законодательства и низкого уровня игроков, похвастаться действительно солидным заработком могут лишь играющие за пределами страны. Можно долго мечтать о квартире или машине, купленных на выигрыш. Реальностью они станут для единиц и только для профессионалов. Да, выигрывать 500 долларов и больше абсолютно реально. В первую очередь нужно очень четкое понимание финансовой природы и управление своим капиталом. Это намного важнее, чем понятие тонкости того или иного вида спорта и анализ информации. Выигрывающих игроков в среднем от 7 до 10%. Тех, кто может говорить, что я успешный игрок и говорить о том, что я зарабатываю этим на жизнь, это единица. Но ни одна стратегия долго не работает, потому что все, на что ставят выигрывающие игроки, анализируются аналитиками букмекерской конторы. Да, есть форумы, есть группы в социальных сетях, где люди тестируют свои системы, свои какие-то наработки, но никто не скажет, вот эта система, она работает, и я, вот пожалуйста, пользуйтесь. Вот такого нет. Как отмечает Иван, в последнее время интеллектуальный уровень игроков падает. Для того, чтобы выигрывать, нужно постоянно совершенствоваться и изучать серьезную литературу, а не сидеть на форумах и искать легкие пути. Конечно, это не касается тех, кто воспринимает ставки как развлечение или не может остановиться из-за зависимости. Сегодня игроки намного слабее, чем они были раньше. Несмотря на то, что за эти 10 лет количество литературы, анализа и так далее, в общем доступе получилось намного больше. Люди перестают читать, люди перестают думать. Для того, чтобы зарабатывать на ставках, ты должен посвятить на анализ одного события, как минимум, минут 30-40, найти необходимую информацию, посмотреть движение рынка, что происходит в мире, как реагирует рынок. То сейчас человеку проще открыть группу ВКонтакте или какой-нибудь форум, прочитать, что вот кто-то сказал, кто-то сказал, что на сегодня вот эта ставка является лучшей. И человек этому верит. Как один из основателей первой интернет-платформы, посвященной букмекерскому бизнесу, Иван выступает за популяризацию здорового азарта и развитие игровой среды в Белоруссии, но поддерживает действующие ограничения в стране. В первую очередь, возможность добровольного внесения заядлого игрока в официальный черный список. Когда его вводили, я не думал, что это будет работать. Но за первые пять дней 200 заявлений, а за первый месяц более 2000. Сколько на сегодня таких людей, кто подал заявление о самоограничении? То есть это значит, что человек не в состоянии адекватно реагировать, исправляться, скажем так. Игра является проблемой, проблемой их семей и тех, кто рядом с этими людьми. Если говорить, есть остро ли проблема, игрома не стоит в сегодняшнем обществе, я скажу да. Если вы говорите, нужно ли запрещать бизнес букмекерский в Белоруссии, я говорю нет. В принципе, на сегодняшний момент букмекерские конторы – это место проведения досуга любителей спорта. Это уже не будки, которые были 15-20 лет назад, и сборище людей с дрожащими руками, которые хотят за суд отдать свои деньги. Нет. Сейчас это время, где ты можешь прийти, пообщаться с единомышленниками, посмотреть новости в интернете, посмотреть телевизионную трансляцию любимой команды. К счастью, таких мест становится все больше и больше. Продолжение следует...